А в селе Лебяжье специалисты разных ведомств проводят противопаводковые мероприятия. В зону подтопления там попадает около 400 жилых домов. Сегодня депутат Государственной Думы Данил Бессарабов лично проинспектировал готовность села к весеннему половодию. Вывезли уже этот снег. Много, мало, хочется больше. Но вот еще раз говорю, весь снег не вывезет. Завезли глину, завезли щебенку, прочистили трубы. Вот этот комплекс мероприятий, который сегодня и в силах провести местной власти. И если на это определенные средства, бюджет, мы это должны сделать. А задача депутата как раз в том, чтобы еще раз, если надо, людей и власть соединить и добиться решения этих вопросов. Каждый год из-за таяния снега и грунтовых вод в зону подтопления попадает почти половина села. Пять лет назад Институт водных и экологических проблем сибирского отделения РАН подготовил несколько проектов по отводу воды со стороны двух озер, Центрального и Молодежного в Лебяжье. Сегодня специалисты готовы использовать их для борьбы с половодием. Принято решение. С озера Молодежного построят водопропускную траншею, которая второй год функционирует. Затем при больших уровнях эта траншея будет принимать воду и самотеком вода будет уходить в лес. По второй ситуации, когда уровень воды снизится в озере и она не будет самостоятельно уходить, будут стоять водооткаточные помпы.